Здравствуйте! В этом обзоре обновленная версия пульта 2 в 1 для Alutech, версия номер 3. В этой версии добавлен дополнительный режим для возможности управления данной платой, которая часто устанавливается на приводы гаражных ворот Alutech серии ASV. Ранее на этой плате, то есть этот пульт работал только как оригинальный, то есть его можно было прописать только штатным способом. Сейчас на ней прекрасно работает копировщик. Для тех, кто не встречал предыдущие версии этого пульта, хочу рассказать немного. То есть этот пульт сейчас работает в 6 режимах. Он может воспроизводить код пульта Alutech AT4N для штатного программирования в приемник. То есть прописывается он так же как оригинальный пульт, то есть он его полный аналог. А также он может воспроизводить код пульта AT4 IN Motors, то есть можно его прописать в старые платы IN Motors, так же как и оригинальные прописываются. И на него можно выполнить копирование, то есть полноценно можно копировать с пульта на пульт, и такая копия будет сразу работать. Копирует он сразу все кнопки. Такая копия не занимает ячейки памяти в первом устройстве, их можно сделать неограниченное количество. Все они будут работать в паре или в группе, абсолютно никак не мешая друг другу. Ну, давайте покажу возможности этого пульта. Сейчас он находится в первом режиме по умолчанию, то есть по умолчанию он воспроизводит код Alutech. Вот, видим на поду анализаторе у нас Alutech. Давайте покажу, что его можно прописать штатным способом. Значит, ведем приемник по режиму обучения. О том, как это делается, у меня есть отдельное видео на эту плату. Смотрите на моем канале. Ну, давайте еще оригинальный пропишем. Проверяем. Оба пульта прописались штатным способом, все работает. Значит, давайте покажу, как поменять режим воспроизведения, что он воспроизводил код пульта InMotors AT4. Для этого нам нужно нажать и удержать синхронно кнопки ABD до вспышки индикатора. Как только мы видим вспышечку, кнопочки BD мы отпускаем, продолжая удерживать кнопку A. И нажимаем коротко на кнопку B. И видим 5 вспышек. Все, кнопочку можно после этого отпускать. Сейчас мы поменяли режим воспроизведения сигнала. Он воспроизводит код пульта AT4 InMotors. Так, давайте штатно пропишем, значит, приемник. Вот, обратите внимание, то есть здесь он перестал работать, потому что уже режим воспроизведения кода мы поменяли. То есть работает только теперь на внешнем приемнике. Ну и давайте покажу, как выполнить копирование с пульта на пульт. Очистим память приемника. Пропишем туда только один оригинальный пульт. Этот у нас сейчас не работает. Для того, чтобы выполнить копирование, нам нужно синхронно нажать кнопки A, B, D и сразу же отпустить кнопки B, D, продолжая удерживать кнопку A. Приложить оригинальный пульт и нажать с удержанием рабочую кнопку. При этом он копирует все кнопки сразу. Можем проверить. Видим сработку. Все работает. Есть одна очень важная особенность. Конкретно на этой плате, если вы используете скопировщик, при использовании кнопочку нужно удерживать секунду-полторы. В случае, если нажать коротко, во-первых, автоматика не сработает. И есть небольшая вероятность, примерно 1 к 3, что может произойти блокировка оригинального пульта, с которого была сделана эта копия. В случае, если это произошло, вопрос решается штатным перепрограммированием, либо перезагрузкой питания этой платы. Вероятность небольшая этого, но чтобы этого не произошло, обязательно удерживайте кнопку, пока горит индикатор на пульте. Также этот режим прекрасно работает и на внешних приемниках, но есть дополнительный режим специальный для работы с внешними приемниками. Если перейти в этот режим, то удержание будет еще меньше, то есть будет работать с короткого нажатия. Давайте покажу. Значит, отключим основную плату сейчас. Подключим внешний приемник. Так, пропишем культик. Так, ну этот у нас уже должен работать, так как это уже копия. Вот чтобы такого удержания не было, полторы секунды. Удерживаем синхронно кнопки BD. И видим две вспышки, пауза и три вспышки. Это мы с вами выполним переход в третий режим. То есть, двумя вспышками он показывает сначала, что он в втором режиме, потом пауза и переход в третий режим. Здесь более короткое нажатие. Просто этот режим оставлен для, так сказать, для комфорта. Еще в этом пульте есть четвертый режим. Этот режим догонялки, то есть в него перейти можно таким же образом. Синхронно нажимаем кнопки BD. Видим три вспышки, то есть пульт сейчас в третьем режиме. И переход в четвертый режим. Четыре вспышки. Этот режим догонялки, то есть он будет мешать оригинальному пульту. Вот. Но этот режим работает абсолютно на всех платах. Мы рекомендуем его использовать, если ваш клиент хочет полностью заменить имеющийся брелок. Например, если он там уже истерся старый и так далее. То есть, если готов расстаться с оригинальным пультом, можно сразу перейти в этот четвертый режим. Ну, давайте покажу, как копируется с пульта AT4. Точно так же это происходит. Так, вот у нас. Давайте пропишем наш AT4. Сюда. Так, давайте сделаем на этом сброс. Сброс делается синхронно нажимаем кнопки ABD, удерживаем. Шесть секунд. Загорается длинная вспышка, кнопочки отпускаем. Все, у нас теперь пульт работает. Пульт переходит в первый режим по умолчанию. В этом режиме он работает в режиме с произведением сигнала пульта AT4N. Вот, то есть сейчас он у нас на этой автоматике не работает. Копирование происходит точно так же. Синхронно нажимаем кнопки ABD. Сразу же отпускаем кнопки BD, продолжая удерживать кнопку A. Прикладываем оригинальный пульт, нажимаем с удержанием рабочую кнопку. Тоже так же он все кнопки копирует. Вот, и начинает работать. Все эти режимы, все варианты использования этого пульта прописаны в инструкции. Ссылку на него электронное видео оставлю в описании под этим видео. Спасибо за просмотр.